Приветствующее Эдгидронир и добро пожаловать в мою подземную нору. Немножечко грязненькую, тут неряшливо, но она моя. Без ипотеки, смс и регистрации. Куплено всё за свои кровные, заработанные горбушечкой. Пойдём покажу тебе, чё я тут уже намудрил. Как ты можешь заметить, появились новенькие конвейеры. И вот такие конвейеры, вот такие вот плавишки у меня появились. И всё это теперь соединено в одну хорошую систему горнодобывающую. Правда, она очень часто летит у меня. Выходит из строя практически каждый день. Можно даже сказать, каждый полдня. Но она работает. И уже, уже добыло мне... О, дробилка сломалась. Уже добыло мне. Пойдём покажу, чё. Здесь есть у меня? Нет? Здесь нету. Пойдём тогда там покажу. Вот такую вот руду. Называется она корстоуновая руда. Очень дорогущая. Я, кстати, ещё даже цену на неё не смотрел, но знаю, что она очень дорогая. 4 килограмма за 89. Короче, чё-то как-то я думал, подороже будет. Погрячился я с тем, что она очень дорогая. Погоди, клотиум дай, гляну, сколько будет. Вот. 4 килограмма клотиума, это сколько? Клотиум дороже, чем корстоун. Обалдеть. А я и не знал. Ну ладно. Значит, корстоун не такая дорогая руда, но добывается она только в третьем уровне. На третьем уровне подземелья. Куда мы, в принципе, и дарылись. Благодаря нашей ядерной бомбе. Если ты это не смотрел, то обязательно посмотри прошлую серию. Всё, что не относится к клотиуму и корстоуну, как-то подобает, отправляется в наш тазик. Прекрасный тазик с разным барахлишечком. Давай сейчас отольём клотиум, корстоун. И посмотрим на них. Значит, клотиум такой оранжевенький, а корстоун, он больше красненький. Они, правда, сейчас раскалены, не очень понятно, но тем не менее. Посмотрим, что у нас по весам. Клотиуму у нас 63 килограмма, который стоит 12600 монет. Корстоун. Не будем сильно удивляться, он дешёвый, как мы выяснили. 63 килограмма, 1642 монетки. А перед тем, как отсюда уходить, мне нужен, во-первых, выключатель. Мы его заберём, чтобы подорвать ядерную бомбу и проверить, что со мной произойдёт, если я буду находиться внутри грибка взрывного. Также мне необходимы вот такие вот штуки. Это логический гаечный ключ, который будет чинить наше оборудование поломанное. И логический сканер прочности. Всё это дело нужно здесь прикрепить к нашему буру и заставить без моего ведома, без моего присутствия здесь всё чинить. Но нам не хватает тут ещё несколько логических штучек, которые мы сейчас докупим. Придётся выбраться из нашей норы. Конечно же, не забываем про переключатель. Он нам дико сейчас понадобится. Можно, в принципе, прежде чем ехать в магазин, заехать на наш полигон испытаний. И сразу же бомбануть ядерную бомбу. У меня уже всё готово. Мы можем приступать. На счёт три подрываемся вместе с ядерной бомбой. Можем даже прямо на неё вот так вот встать. И начинаем. Раз, два. Обратный отсчёт. Три, два, один. Аминь. Ох, ёлки! Вот это меня хорошо так подкосило. Я до сих пор не могу отойти. Меня качают в разные стороны. И я нахожусь под взрывной волной, под грибком. Я в ад попал. Подождите, меня нужно срочно сбросить. Где я, где я, где я, где? Вот там вот в центре, эпицентре я был. Я выжил. Я радиационный. Ко мне близко не подходи, а то заразишься. Так что можешь здороваться со мной издалека. Всё. Взрывная волна закончена. Остались только клубни дыма. Можно на них смотреть вечно. И созидать. Вместе со звёздным небом. На всякий случай покажу деда, что с ним всё хорошо. Конечности остались. Ничего оторванного нету. И на самом деле мы не светимся в темноте. Нам, как бы, радиация, вообще ядерная бомба. Ни почём. Даже никакого коричневого пятнышка сзади на трусишках нет. Для чего же мы заехали в магазин электрики? Нам нужны вот такие логистические штуки, как логический инвертор. Он инвертирует входящую логику от нуля в единицу, а всё, что больше или равно единице, в ноль. Всё сложно, но, в принципе, можно уловить мысль, как это работает. Дальше. Логический анализатор пропускает логические значения только в том случае, если они равны единице или больше. Поскольку нам нужно, чтобы наш аппарат вот этот вот, чинительный, чинил всё, что при вводе логического значения больше нуля, а если меньше нуля или равно нулём, то он ничего не делает, он бездействует. И вот, чтобы он начал работать, нам и понадобятся вот эти вот все прибамбасы. Ах, да, мне же это всё вдвойне понадобится, поскольку одна пойдёт на наш бур, а другая на дробилку. Мне же два аппарата чинить нужно, поэтому всё покупаем по два. Ну вот, в принципе, все наши приготовления готовы. Я притащил всё, что нам необходимо. Наш бур снова поломан, придётся его чинить. Можно это сделать, в принципе, прямо сейчас. Сколько у нас здесь ключей? Один. Один ключ. Мы его оставим на экспериментальный показ. Значит, нам нужно тут как-то разместить всю эту ерунду. Как это сделать? Так, чтобы друг другу оно не мешалось. Во-первых, нам нужно поставить вот эту вещь, которая показывает нам прочность. А дальше саму чинилку, которая будет выкидывать ключи. Надеюсь, что она не будет мешать руде, выпадающей из сопла. В принципе, теперь это нужно как-то подключить. Что странно, у меня нехватка Г-образных проводов. Будем использовать тогда Т-образные провода. Надеюсь, что ток не будет у нас выходить с другой стороны. Сейчас проверим это. То есть вот... А, ну да, он будет с другой стороны выходить. Это плохо. Это не есть хорошо. Но думаю, что не критично. Не критично для нас. Поставим так. Потом вот так. Здесь тоже Т-образный нужен. И я тебе покажу, что будет, если мы напрямую подключим гаечные ключи к логическому устройству прочности. Вообще, по-хорошему, тут бы раскопаться немножечко. Раскопочки устроить. Пожалуй, так и сделаю. А то уж слишком тут тесновато. Все. Наше оборудование подключено. Из Т-образных проводков сочится ток. Надо ходить здесь поаккуратнее, а то мало ли. Теперь мы берем гаечные ключи. Ну, наверное, другие. Где их побольше. Чтобы ты увидел, что сейчас будет происходить. Все это мы запихиваем в наш аппарат. На. А, как туда подлезть еще надо. Держи. Вот, пять штук мы поставили. И как бы ничего не происходит. Ничего не произошло. Это странно. Давай попробуем поставить сюда логический анализатор, который пропускает все, что больше единицы. или равно единицы. Ставим. И тоже ничего не произошло. Тогда давай мы единицу будем менять на ноль. И тоже ничего не произошло. А если мы поменяем это все местами, то как бы тоже ничего не произойдет. Потому что, видимо, где-то... О! 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 Починилось. Починилось. Ну и все выходит. Нам тогда вот этот логический анализатор нафиг не сдался. Очень странно. Я эту схему тестировал у себя на речке. Возле дома. И она там кардинально по-другому работала. А как именно, я тебе покажу чуть позже. Лучше давай с тобой вместе подумаем о том, как мы будем подключать вот такую же схему к нашей дробилке. И я так полагаю, что анализатор прочности будет стоять с этой стороны. И наверх пустим автопочинку. То есть вот таким макаром должно все работать, я думаю. Только нам понадобится тут нарастить проводки. Хотя, может, и не обязательно. Если мы возьмем два Т-образных, то, по идее, мы сможем туда как-то воткнуть анализатор. Анализатор. Точнее, не анализатор, а инвертор. Сейчас мы это все дело развернем. И подтыкаем второй проводок. И теперь нам необходим инвертор. Где он у нас? Вставляем его сюда. Не знаю, будет ли он так работать, но по логике вещей должен. Узнаем мы это чуть позже. Нам лишь нужно закинуть туда гаечный ключ. Опа. Ну, а теперь просто ждем, когда у нас что-нибудь выйдет из строя. Пока мы в ожидании поломок, я предлагаю взять Клотиум отсюда, заехать к себе домой, взять еще и там Клотиума и направиться к королю. Вот мы и дома. Почему здесь у меня железо валяется? Странно. Очень странно. Сперва я хочу посмотреть, сколько Клотиума у меня набралось здесь. 295. То есть, по идее, мне даже можно было не брать вот этот кусочек. Или там нужно было 400 Клотиума. Ну да, этот Стражник просит 400 Клотиума. Получается, что нам даже этого не хватит. Ты че там, что я привез своего Клотиума? Буквально 18 килограммов нам недостаточно. Но я думаю, ничего. До утра доживем, а там уж 18 Клотиумов как-нибудь да набежит. Пойдем, я тебе покажу свой первый прототип авточинилки. Вот так вот он выглядит. Давай, прежде чем я тебе более подробно все покажу, где у меня гаечные ключи. Значит-то так. 22% прочности у нас водяного фильтра. Как тут все работает? Значит, сканер считывает прочность фильтра. Прочность отображается на табло. В данный момент 21%. Это все поступает в наш инвертор, потом в анализатор и в конечном счете в выкидной гаечный ключ, который все чинит. Если я вот это все уберу, видал, он сразу починил. Сразу починил. Тем более, если я сейчас сюда вообще все закину, он... Смотри. У нас 100% прочности, да? Я сейчас закидываю сюда все гаечные ключи. И он их выкидывает. Выкидывает просто бесконечно. Несмотря на то, что водяной фильтр был уже починен. Короче, абсурд какой-то. Возможно, на это влияет как-то... Да, скорее всего, на это влияет как-то монитор. Если я его уберу, то гаечные ключи не будут выкидываться. Я разгадал эту загадку. Все дело в мониторе. Вот я за... А нет, не в мониторе. А в чем же тогда? Почему так? Почему? Что ты делаешь? Короче, здесь, именно на этой конструкции, обязательно нам нужен инвертор и анализатор. Потому что без них ты сам видишь, что здесь происходит. А куда анализатор? Вот. Я сейчас, конечно, попробую просто инвертор здесь оставить. Закидываем гаечные ключи, и ничего не происходит. Если мы оставим только один анализатор, а инвертор уберем, начинает чинить. Нет-нет, давай, ведь все возвращаем. А то я сейчас в нагаечных ключах разорюсь просто. Ну и поставим тогда монитор. Подведем итог. Мы имеем две схемы автопочинки. В шахте и здесь на речке. И они абсолютно разные. То есть, та схема, которая в гномской шахте, не работает здесь, а эта схема не работает в гномской шахте. Разрыв в башке, товарищи. Мне срочно нужен консилиум по мозговому штурму. Наконец-то, кстати, починили бак с магнитом. Если раньше, когда я магнитил, например, брокколи или что-нибудь другое, у меня также магнитилось все из корзины. Теперь этого не происходит. Вот смотри, я сейчас это все закину туда аккуратненько. Главное, чтобы все легло на дно. Если это на дно не ляжет, то оно будет магнититься. Тут как бы появилась привязка к объектам. То есть, брокколи кладется в корзину, оно там привязывается и более не магнитится. Видишь, больше из корзинки ничего не вымагничивается. Вот это вот кладем аккуратненько туда, и больше оно не промагнитится. Вот то, что сверху, оно, скорее всего, примагнитится, потому что неровно легло. Сейчас мы это проверим, кстати. Ну-ка, вот да, оно примагнитилось. Туда прям вниз кладем, вот прям утрамбовываем это все, чтобы ничего не вылезло. Поднимаем, опускаем, проверяем. Вот все, больше ничего не магнитится. Вот это берем, чтобы ты понимал, что я не мухлюю. Вот магнитится, магнит работает, но с корзинки ничего не вылетает. Волшебство! Аллилуйя, спасибо, разработчик, ты облегчил мне жизнь. Теперь собираем свеклу. Свеклу будем собирать также на магнит. Звучит, как будто я на рыбалку пришел с приманочкой. И думаю, дай-ка сегодня половлю на червя. А я вот свеклу ловлю на магнит. Все это отправляется вот сюда. Да, плохо это получается у меня. Сейчас попробуем поглубже, может, затолкать. Дело в том, что магнит формирует форму круга. И это не всегда удобно, когда ты хочешь куда-нибудь в корзину закинуть. Вот если бы формировался овал, вот это другой разговор. Дай-ка я отсюда уберу. Так проще будет, мне кажется. Давай прям с высока вот так вот, хоп! И тут тоже надо. Может, с высока действительно все это падать? Ронять, точнее. Хоп! Не, фуфло какой-то выходит. Короче, по итогу, по стариночке, так проще. Клотиум. Все, все, 400 есть. Десяточка. Ну, я знаю, в принципе, где 10 килограмм Клотиума найти. В новскую шахту, конечно, сгонять. Ну, как тут у нас дела? Все чинится, все шикарно. Гляди-ка, действительно починилось. Ну, в таком случае, давай мы закинем сюда еще гаечных ключей. Оп-ля. Пускай они чинят. И, как ты видишь, здесь схема работает. Просто инвертор стоит, и больше ничего не нужно. Это ровно так же, как и тут. И ключи здесь уже два. Вместо трех или четырех, сколько там было я уже был? По-моему, четыре было. В общем, по-разному схемы работают. Мне пояснительную бригаду нужно срочно. Сколько Клотиума у нас? Клотиум здесь. Нам, пожалуйста, 10 килограмм. Ну, тут должно быть 10 килограмм, поскольку руда добывается крупнее. 11! Все, это я забираю, и мы отсюда дрейфуем. Дрейфуем по-читерски на нашем квадроцикле. Просто делаем заброс транспорта, и мы на поверхности. Еще раз проверяем, сколько Клотиума у нас тут. Потому что я, как еврей... Блин, два килограмма не хватает. Я по еврейскому подходу не очень хочу отдавать лишний Клотиум. Потому что это ценно и очень дорого. Но пока мы ждем Клотиум, давай отливать железо. Нам нужно 5000 железа. У меня тут чуточку больше. Я бы сказал, намного больше. Поэтому... А, так можно же прям там отпиливать. Сейчас пилу возьмем и будем делить. Будем все это делить напополам. Ровно столько, сколько сможем. Распилили. Сколько у нас осталось? Восемь. Так, стой, подожди. Так, вот это тоже попилю. Вот это попилю. У нас 4 тут должно остаться. Здесь у меня 4... 2 килограмма. И вот мы его еще распилим. И получается килограмм. Ну-ка. Ну, то есть... Нет, надо еще попилить. То есть тут не килограмм... Ну да, килограмм... А, нет, не килограмм. Тонна. Это в тоннах. Я запутался. Вот сейчас должно быть 5 тонн. 5,333. Где-нибудь мне 333 надо отпилить еще. Здесь я сделаю так. Это сильно скажется? Да. Это сильно скажется. Давай мы вот это вот попилим. Вот таким вот образом. И выходит 5... 6. 5, 6... На 6 килограммов больше. Я думаю, это мы можем себе простить. Еврейский подход оправдывает такое. Да. Это нормально. Обратно все. Блин. Остановите. Останавливай. Надо вот это вот все отключить. Трубы отрубаем. Остановите производство. А то я сейчас тут что-то напутаю. Что-то не то сделаю. И потом просто будет капец. Никогда в жизни себя не прощу. То, что я тут натворю. Наварю. Вон то еще заберем. Выходит, выходит, что все. Вот это мы переплавляем. Переплавлю. Ну, можно, в принципе, и вот это то, что докинуть. Смотрим по итогу у нас сколько слиток получился. Он получился. Что-то я где-то упустил, по всей видимости. Может, у меня слиток упал. Эй. Как так вышло-то? Вот. Вот этот слиток надо докинуть. Еще раз переплавляем. Надо соблюсти все пропорции, а то у меня охранник пошлет куда-нибудь не туда. А мне-то нужно королю. Теперь смотрим по клотиуму. Я думаю, что уже набежало. 400! Есть! Есть! Ну и 6 килограмм. Ладно. Простим. Конечно, 6 килограмм это тоже очень ценно. Но я сейчас не буду ради 6 килограммов пилить и защиряться с этим слитком. Золото нам нужно всего-навсего тысячи. У меня сейчас здесь 7. Это выходит, если мы пополам пилим, то тут получается 3,5. Ну да, 3,7. Еще пилим. Получается 1,5. Ну, 1,8. Еще пилим. Выходит сколько? Ну, почти тысяча. Почти тысяча, если мы распилим вот так вот. Вот так надо было больше пилить. Давай еще раз попилим. Пилили. Убрали. Ну, близко. Очень близко. Пилили. Убрали. Вот это уже очень близко. Я думаю, что... Так, а сколько тут остается? 100? Ага. 100. 100 килограмм. А так, в принципе, можно еще попилить. Можно попилить. И выходит ровно пятюра. А, тысяча точнее. Тысяча. Тысяча и одна! Ха-ха-ха! Глаз-алмаз почти. Почти потому, что тысяча и одна. Было бы тысяча ровно, вот тогда бы точно алмаз был бы. Все, выходит, тут у нас косарь. Да. Мы все собрали. Теперь из всего этого, что мы тут наплавили, нам надо сделать меч. Закидываем все в горн. Пускай раскаляется. Где клотиум? Самое главное, это клотиум. Это затруднение. Нет, как правильно сказать? Самая трудоемкая руда, которую я добывал капец как долго. Здесь врубаем меч. Нам именно меч. Ты представляешь, сколько он будет сейчас весить? Я надеюсь, мы правильно скуем. И тут разницы нету, где должен быть клотиум, где железо или золото. Может, он хотел из клотиума ручку. А я сейчас возьму и сделаю вот острую часть. Как бы, ну вот, мы сделали меч. Он получился таким довольно крутым. Смотри, клотиум 400, железные руды здесь 5 тонн и плюс еще тонна золота. У нас, кстати, острие получилось из золота. Ну, пойдем теперь дарить это нашему охраннику, делать подкуп, подношение. И, возможно, я профукал этот меч. Проехался еще по нему вообще. Что я творю? Это же так дорого. Вообще, по идее, этот меч нужно задарить королю. Такой драгоценный. Так, а где меч? А, вон он. Я его не увидел. Главное, типа, себе носки не продаряете им теперь. Такую драгоценную вещь дарят, ну, вообще, как минимум, очень высокопоставленным личностям. Особенно в то время, в которое живет мой дедуля в труханах. То есть при царе. Пойдем. Я думаю, что у этого охранника потом отожмут этот меч. Почли его, пока он будет спать где-нибудь. Кокнут, грохнут и заберут. Это же ювелирная работа, елки-палки. Ну, товарищ, я тебе принес. Давай сылпачок с тобой замутим. Я тебе меч... Блин, на сылпачке меч обычный, железный, дешманский какой-то. Ну, допустим. А, 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 я уже у него заказ не взял. Ну, давай. Чего? Это Корстоун! Железный твой шлем взад! Золотой слиток, железный слиток, замок Бастюма. А-а-а! Ты раньше-то... Ну, я тут и сам виноват. Надо было бумажку эту... Подожди, может, у тебя и не свекла. Дай мне тоже бумагу. Я свеклу выращиваю. Нарезай свеклу. Брокли. Ну, тут хотя бы все в порядке. Отдай обратно. Что-то взяла, выкинула. Серьезно, Корстоуновый слиток. Тебе что, Корстоун, между прочим, дешевле, чем Клотиум? Ты в курсе этого? Хотя ты охранник, откуда ты знаешь вообще? Ну, я ради эксперимента дам тебе на, подержи. Ну, он сейчас его выкинет, скажет. Фуфло какое-то. Да не то. Фуфло какое-то подсовываешь мне. И что мне теперь делать? 400 Клотиума, ты представляешь? 400! Шатал я вас, охранник. Ну, ладно, тебя не буду. А вот тебя я точно шатал. Может, тебя ядерные бомбы подорвать? У меня как раз там одна осталась. Мне просто так пердак подорвало. 4. Ну, блин, тут даже видно, что это... Да не, ну как бы... Как ты Клотиум от Корстоуна нарисованного отличишь? Вот как? Корстоун, он красный. Тут такой оранж винти он. Блин. Я-то уж обрадовался. Я сегодня стерию закончу тем, что подкуплю одного охранника и смогу продвинуться хоть чуть-чуть к королю. А тут такая лажа. Просто это... Тут даже слово фиаско не подходит. Понимаешь? Это провальный провал. Пробитое дно. Ушедший глубже, чем дно. Да тут даже дном не пахнет. Тут под днище какое-то. О, как это шикарно. Хотя бы аукцион сегодня работает. Но чё-то какой-то аукцион такой себе. Всего на 6 копеек дороже, чем у обычного продавца я смогу затовариться. Ну, я подожду, наверное, более выгодной цены. А сейчас хотя бы просто посмотрю, сколько наш меч стоит. 212 150 деревянных копеек. Ты представляешь? И этот дурында просто выкинул... Этот охранник даже не понимает, какое счастье он профукал. Кло... Это ж Клотиум. Дороже, чем Корс... Пойду, короче, да ёлки-палки. Почему этот меч вечно падает у меня? Что он не может нормально... Вот! Как остриё. Как будто ракетница, да, у меня теперь предел на сзади. Пойду посмотрю, сколько Корстоуна у меня там добылось. Ради интереса. И, наверное, на этой печальной ноте... Для тебя, возможно, позитивная. Ну, я бы поржал сам над собой, если честно. Ну, честно, я поржал просто. И надо охранником над собой, что я так лоханулся. Надо было просто взять у него свиток и почитать! Почитать! А я в глаза долбился, на рисунок долбился. Ёлки-палки. Ну всё, у меня теперь бомбить будет весь день. Пожар мне обеспечен. Сесть не смогу. Корстоун, значит. Корстоун! Всё, это абзац. А, так можно же сделать вот сейчас сброс игрока, и я тут уже внизу. Вот. Читерским способом мы ощущаемся, перемещаемся вниз. Пойдём посмотрим. Корстоунский, Корстоун. Тут, кстати, акаечные ключи надо притащить. У меня что-то всё такое. Четыре. Всё чинится, всё. А тут один. Да, надо акаечные ключи притащить. Я же хотел глянуть в Корстоуну. Сколько у нас супца тут из него. Ну вот, кстати, Корстоун на рисунке нарисован, как вот с такими молниями, да? Как будто он потрескавшийся. У Клотиума такого рисунка нет. Вот если бы я Корстоуну изначально... Да блин, я же его видел. Сейчас я даже ради прикола вот отолью. Но тут слиток маленький. Ну да, нет. Нет таких вот линий. Ага. Нет таких разломов в виде молний. Трещин, тресканий вот этих вот. Поэтому, короче... Если бы я... Так я же в самом начале слиток Корстоуна видел, да? Но не придал этому значению вообще, когда тебе показывал, как он выглядит. В общем, сколько у меня здесь? 118. Я думаю, что к следующей серии у нас точно получится набрать 400 килограмм Корстоуна и сделать меч... Мечты охранника. А на сегодня это все. Мой горящий пердак. Я пойду сейчас стушить в холодную ванну. Или, может быть, симулятор снегоуборщика. Там снег есть. На сегодня это все. Спасибо, что посмотрел. Если тебе понравилось, то ставь пальцы вверх, то есть лайк и подписывайся, чтобы не пропустить следующих роликов, на которых мы с тобой и увидимся. Так что... До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok